Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Алтайский край вошел в число регионов России, где больше всего клещей. Почти 200 жителей края уже пострадали от укуса. Наш регион может столкнуться с задержками скорой помощи, чем сегодня обеспокоены и фельдшеры, и законодатели. Толк есть уже 5 лет. Наш телеканал отмечает свой первый юбилей. Вспоминаем самые яркие моменты. Уровень воды в Аби в районе Барнаула за сутки вырос и достиг 366 сантиметров при критическом 615. По прогнозам МЧС, подъем уровня и подтопления территории ожидается в Третьяковском районе. Уже сейчас аллей в районе села Староалейское достиг 310 сантиметров. При этом критической отметкой считается уровень в 300. Между тем, пострадавшим от паводка продолжают выплачивать средства за нанесенные стихии ущерб. Выделено около 17 миллионов рублей. Всего нуждающихся около 2000. Если пострадал приусадебный участок, его хозяину выплатят 10 тысяч рублей. Если жилье было затоплено выше пола, то 30. Также от паводка пострадали дороги. Всего уничтожено порядка 2500 километров. Их уже начали восстанавливать в тех районах, где вода ушла. С рекордными задержками скорой помощи могут столкнуться регионы России, в том числе Алтайский край, если фельдшеров не включат в число категории медработников, в котором положены повышенные спецвыплаты. Так считают некоторые законодатели и сами фельдшеры. Последние утверждают, что их ряды все больше рядеют. Между тем, сотрудники скорой продолжают отстаивать свои социальные права. На сегодня петицию о повышении социальных выплат подписали фельдшеры уже 32 регионов, в том числе Алтая. Тема продолжит Елена Макаренко. Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.2024 года, данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников скорой медицинской помощи. Обращения полные возмущения и даже отчаяния охватили треть страны. Вот уже месяц, как фельдшеры скорой помощи пытаются отстоять право на повышенные социальные выплаты. Их этой весной постановлением правительства страны ввели для медработников сел и малых городов. Ежемесячная прибавка составила в среднем от 30 до 50 тысяч рублей. Но не для всех. Правительство своим постановлением просто выкинуло службу скорой помощи из категории медицинских работников, которым полагались выплаты. Неужели скорая помощь перестала быть первичным звеном? Неужели наша работа менее важна? 32 региона, 66 коллективных обращений в разные инстанции и единая онлайн-петиция. В начале месяца ее подписали 18 тысяч человек, сегодня уже больше 27. Проблему начали обсуждать в заксобраниях разных регионов и ею озадачились депутаты Госдумы. Многие из них направили запросы в правительство России. Я знаю, что на данный момент во исполнении этого обращения Мишустиным к Вадимовичам даны поручения заместителю председателя правительства Голиковой совместно с Министерством здравоохранения проработать этот вопрос. Общался с коллегами из нашего региона, с нашего Минздрава. Их уже, как все другие территории, приглашали в федеральное министерство на предмет того, чтобы заслушать ситуацию. В общественный приемный депутата Александра Терентьева добавили, правительство страны собрало комплексные данные для анализа ситуации. И уже до мая должен быть ответ по фельдшерам. Между тем, начали поступать обращения от медработников других специальностей. С 15 апреля в общественную приемную депутата Александра Терентьева стали поступать жалобы от фетезиатров. Какова ситуация здесь? Фетезиатры и еще ряд специальностей, ряд направлений, это наркология, психиатрия, венерология не входят в программу медпомощи по ОМС, по обязательному медицинскому страхованию. И этих работников тоже обошли этим постановлением. И в настоящее время, конечно, тоже есть такое возмущение. В рядах медиков сейчас не то чтобы раскол, говорят эксперты, но явный дисбаланс в зарплатах. Нередко специалисты того же уровня, но с большим стажем, получают в разы меньше. А что касается службы скорой помощи, здесь с нетерпением ждут решения правительства. Фельдшеры рассказывают, что в ряде регионов их коллеги уже переходят на работу в ФАПы. Там спецвыплаты сейчас повышенные. Кто-то вынужден ехать на вахты. Такое ощущение, говорят они, что от службы скорой помощи скоро ничего не останется. А это чревато рекордными задержками на вызовы. Елена Макаренко. День с толком. Алтайский край вошел в число регионов России, где больше всего клещей. Напомним, еще в конце марта был зафиксирован первый укус. А на сегодняшний день от клещей уже пострадало порядка 180 человек. Из них 113 только за прошедшую неделю. Так, степень так называемой заклещованности территории в Алтайском крае превысила 86%. Сообщается, что составители биокарты основывались на эндемичности регионов РФ и уровне заболеваемости болезнями, которые передают клещи. Уровень активности кровососущих определяли по 10-бальной шкале. В нашем регионе 9 баллов. У соседей в республике Алтай дела обстоят хуже. Там уровень активности клещей и вовсе 10 баллов. Среди сибирских регионов также в красную зону попала Кемеровская область. Пик активности членистоногих в Роспотребнадзоре прогнозируют в мае. Однако риск пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года. Поэтому на природе стоит пользоваться противоклещевыми репеллентами и регулярно осматривать себя. В Барнауле рассказали, как продвигается строительство дороги на улице 65 лет Победы. К работам приступили еще в прошлом году, а уже в октябре в квартале появится каркас, состоящий из трех новых дорог. Подробности в нашем следующем сюжете. В перспективе этот участок свяжет улицу энтузиастов и Павловский тракт. По плану дорожники на следующей неделе продолжат работы на улице 65 лет Победы. Именно здесь появится четырехполосная дорога. До этого объект уходил на зимовку. Это будет продолжение дороги прошлого года. Наша же компания выполняла участок от энтузиастов до Сергея Семенова. Там было порядка 500 метров. Это будет продолжение этой дороги, как я сказал. Это 14-метровая полоса шириной 14 метров в четыре полосы, длиной 750 метров. Работы начали еще в сентябре прошлого года. Ранее дорожники демонтировали старое дорожное покрытие на участке от улицы Сергея Семенова до улицы 280-летия Барнаула. Также разработали грунт для устройства дорожной одежды и ливневой канализации. Проложили трубы ливневки. Дорога крупная и в части финансирования порядка 250 миллионов. Объект переходящий, он идет с прошлого года. Будем ускорять производство работ, потому что будем вести одновременно. И здесь есть вопросы, которые связаны с удобством проживания в этом квартале. Порядка, наверное, еще четырех, может быть, пяти миллионов рублей. Мы добавим на благоустройство озеленение, может быть, чуть расширим тротуары. На время работ местным жителям придется столкнуться с некоторыми неудобствами. Но сегодня этот вопрос находится на особом контроле мэрии. В ближайшее время людей повестят об оптимальной схеме движения. Ну а закончить строительство всех трех дорог планируют в октябре этого года. Продолжим. Более 8 тысяч жителей Барнаула уже проголосовали за благоустройство пустыря за торговым центром Европы. Сейчас территория вышла в лидеры. Превратить это место в парк давно мечтают местные жители. Причем заботятся о территории не словом, а делом. В эту субботу вышли на коллективную уборку территории. Подробнее расскажет Дарья Ерошина. Убирать общественные пространства – дело добровольное и неоплачиваемое. Поэтому и активистов на такие мероприятия собирается немного. Но зато и объемы работ эти люди взваливают на себя значительные. Перчатки и пакеты для мусора – орудия героев нашего времени. Мы очень хотим, чтобы здесь наконец-то сделали парк. И это место стало чистым. Было приятно здесь находиться, перемещаться и просто пребывать вместе с друзьями. Кто хочет, чтобы тут был красивый парк, те и приходят. Борьба активистов за благоустройство пустыря продолжается уже полтора года. С ноября 2022-го. Инициативная группа жителей обращалась к архитекторам и студентам АГИК для разработки дизайн-проектов будущего парка «Трехсотлетие Барнаула», который может появиться на этой территории. Так как это все-таки общегородской парк, то есть в нем должно быть все. Не только какая-то одна направленность, например, спортивная. То есть зоны для прогулок, для тихих, детская площадка обязательно будет. То есть, чтобы закрывать потребности разных слоев населения. Предварительная работа активистов принесла территории популярность. В голосовании за благоустройство за нее отдали свои голоса уже больше 8 тысяч человек. Недавно здесь же наводили порядок и представители администрации индустриального района. Если говорить про мусор, то мусора здесь много разного. И самую большую массу составляет это строительный мусор. Находится вот в той части парка. Посмотрите. Бытовой мусор, который люди оставляют, его много. Его собираем каждый год. Его всегда собирается много. Плюс есть опасные отходы, такие как шины. Их нельзя, к сожалению, выкидывать на свалку. Нужно утилизировать специальным образом. И не везде принимают бесплатно. Кстати, на месте пустыря и оврага могут облагородить и естественный водоем, который здесь образуется от талого снега. Будущий парк планируется построить в соответствии с ландшафтом, чтобы он стал уникальным местом для семейного отдыха. Правда, работы начнутся только в следующем году. Конечно, если лидер голосования не потеряет своих позиций. Сделать сказку былью и проголосовать горожане могут до 30 апреля. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня телеканал «Толк» празднует свой первый юбилей. Пять лет со дня основания. За это время были решены десятки коммунальных и социальных проблем, а также запущены десятки уникальных проектов. К знаковой дате мы собрали истории людей, в судьбе которых наш телеканал сыграл огромную роль. Слово моей коллеге Валентине Аскеровой. Об этой громкой истории узнала вся страна летом прошлого года. Наш телеканал помог барнаульской сироте Светлане Крюковой. Девушка-колясочница не могла добиться квартиры на первом этаже. Ей предоставляли на девятом, куда не ходит даже лифт. Благодаря нашему репортажу, квартирный вопрос удалось решить. Светлане вручили ключи от долгожданной жилплощади на первом этаже. Даже не верится, если честно, до сих пор еще какое-то такое. Как будто это я просто приехала куда-то, посмотрела и все. Прямо вообще какое-то волшебство. Следующая героиня, которой удалось помочь, жительница Барнаула Наталья Чупина. Мы рассказывали о ней в нескольких выпусках. Она обратилась к нам после безуспешной двухмесячной борьбы с социальным фондом за протез. Толк подоспел на помощь и придал проблему огласке. В результате женщине установили протез ноги. Сегодня Наталья может жить полной жизнью. Встречаться с друзьями, ходить в кино. У меня прям как-то второе дыхание открылось. Просто теперь будет другая жизнь. Надо будет осваиваться, учиться. Протез сам за себя не пойдет. От этого трактора осталась только табличка. Тронула сердца телезрителей история погорельцев. Из Первомайского района. Летом прошлого года неизвестные сожгли автопарк дорогостоящей сельхозтехники у крестьянско-фермерской семьи. Наш телеканал рассказал печальную историю. После выхода в эфир погорельцам оказали моральную и материальную поддержку жителей всей страны и даже ближнего зарубежья. Нельзя промолчать и о нашей победной истории. В 2022 году мы рассказали историю барнаульского пенсионера, который почти 30 лет охотился на воду. С флягами ходил за ней на соседнюю улицу к колонке. После широкой огласки к дому пожилого мужчины наконец провели водопровод. Вот, пожалуйста. Это хорошо, чем этим в какие-то фляги находить. Теперь спокойно подошел, налил, и чай можно вскипятить, и суп сварить, и постирать, и не ждать мужа, когда он принесет на себе. На протяжении пяти лет наш телеканал помогает решать и коммунальные проблемы. В рамках флагманского проекта «Коммунальный патруль» удалось решить десятки проблем с отоплением, вывозом мусора и ремонтом теплотрасс. Так, после одного из наших сюжетов к жителям незамедлительно выехали рабочие и начали ремонтировать коммуникации. Помогать людям телеканал продолжит и дальше. Следите за новостями. Валентина Аскерова. День с толком. Сегодня 154-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Ровно 100 лет тело общественного деятеля и революционера покоится в мавзолее на Красной площади в Москве. Наша съемочная группа в день рождения, как его называли, вождя мирового пролетариата, вышла на улицы с вопросами, что знают барнаульцы о Ленине и помнят ли вообще, кто этот человек. Ну, и слабенький. А что знаете о нем? Имя знаю. А фамилию? Ленин. А настоящая фамилия? Не знаю. Прежде сказать, как президент только в СССР был. Президент только в СССР. А вы знаете, какой сегодня день? Конечно. Понедельник. Книжки молодежи читать надо по истории нашего государства российского. В то время, когда мы родились, то вы бы значок до сих пор хранили, как я храню с этим, с изображением Ленина, значок «Октябренка». Великий вождь. А поподробнее? Ну, человек, представляющий коммунистов. С него началась гражданская война. Он был представителем, который зародил само СССР, предложил свое направление как федеративное устройство. Ленин, Владимир Ильич, знаете такого? Нет. Вот он, сзади стоит. Нет, не знаю. Вождь пролетариата. Сегодня день рождения у него, да. Здорово. Вообще, вот почему столько памятников ему установлено? За какие заслуги? Трудно сказать. Я не сторонник вознесения его к лику святых, каких-то, да, там, мавзолеи и все прочее. Ну, как-то привыкли, все памятники стоят, стоят. Я родился, они уже были. Ленин – это большевистский позиционер, который царскую Россию развалил и построил новое социалистическое общество. Одно из крупнейших предприятий Сибири по производству гофропродукции в поисках новых сотрудников. Компания Септара закупила новое оборудование, тем самым созданы дополнительные рабочие места. О том, кто требуется на производстве, смотрите далее. В связи с ростом производства и вводом дополнительных мощностей торгово-производственная компания Септара объявила набор новых сотрудников. Компания Септара – один из лидеров по производству бугорчатой тары. На сегодняшний день занимает в России второе место и является одним из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири. Предприятие постоянно развивается, наращивает объемы, строит здания и цеха, закупает новое автоматизированное оборудование, которое, кстати, облегчает жизнь сотрудникам. Пришел четыре года назад по рекомендации. После первого месяца стал бригадиром. Работа не сильно сложная, спина не болит, все линии автоматизированы. Удобно, удобно, очень удобно. Добираться легко, транспорт ходит постоянно. Так, на предприятии приобретена шестая по счету линия по производству бугорчатой тары, всем нам известного контейнера под яйцом. Уже запущена фальцевально-склеивающая машина по производству гофроупаковки сложной конфигурации. А значит, компания Септара нуждается в дополнительных сотрудниках. Мы в поисках представителей рабочих специальностей. Оператор линии, укладчик-упаковщик, слесоремонтник и грузчик. Алексей Анатольевич, а какие требования в вашей компании к соискателям? Требования у нас внимательность, быстрая обучаемость и, самое главное, ответственность. Также мы открыты для кандидатов без опыта работы. Всему научим во время оплачиваемой стажировки. Так что, если вы ищете работу, обращайтесь к нам. Неделя моды на Алтае завершилась в эти выходные. Барнаул в третий раз принял дизайнеров одежды из городов нашего региона и соседнего Горного Алтая. Всего около 40 участников. На конкурсе творцов зрители могли не только увидеть модные коллекции, но и оценить мастерство алтайских дизайнеров. Если для местной публики их имена, по сути, новые, то московские эксперты многих знают и ценят давно. Подробнее в следующем сюжете. Широкие реки, густые леса и черное золото. Расшитые вручную кокошники и расклеенные стразами сваровские юбки. Коллекцию «Пробуждение» автор создавала, чтобы в одежде отразить природу родного Междуреченска и всего края. В Барнауле эти платья увидели впервые. Эта коллекция полностью олицетворяет наш родной край, наш Кузбасс. В нашем крае есть бесконечная тайга, густая, непроходимая. И вот это платье олицетворяет именно тайгу. Также наш край славится чистой водой кристальной. И также, конечно, богатство недр – это уголь. На Эстет Фэшн Вик в Москве, когда мы презентовали эту коллекцию, московский зритель это понял, прочувствовал. Вместе с платьями почти 40 дизайнеров привезли своих моделей, по меркам которых и шили наряды. У меня опыт модели 5 лет уже. Я была достаточно раз на показах. И в будущем, конечно же, буду моделью, планирую. Авторские находки оценивали 6 членов жюри – именитые дизайнеры и создатели брендов одежды. Конкурсанты участвовали в 5 номинациях – это 5 выходов на подиум и 5 коллекций. Коллекции абсолютно разные. Мы на подиуме можем увидеть костюмы этно, выполненные из натуральных тканей. Также мы можем увидеть коллекцию прет-а-порте, которые выполнены из носительной пулей ткани, одежда интересная. Также мы можем увидеть красивые бальные платья, которые поратуют глаз и удивят всех зрителей. Кроме разнообразных женских, на подиуме представили подростковые и детские коллекции, а также одежду в военной стилистике. И если жюри выбирало лучшего по строгим критериям, то зрители просто наслаждались эстетикой показа. Конкурс среди дизайнеров – лишь один из элементов трехдневной программы «Недели моды». Хотя организаторы надеются, что в будущем это модное событие будет длиться действительно неделю, а участников будет еще больше. Дарья Ярушина, Алексей Фризин. День с толком. Символический удар открыл первый турнир по футболу на Кубок Барнаульской городской думы. Все это на глазах парней и девчонок, которым исполнилось по 9-10 лет. И в любимую игру миллионов они играют исключительно в своем дворе. Дворовый футбол сколько еще при советах дал, сколько звезд. Могу одного просто сказать – Эдуард Стрельцов. Это мегазвезда. При живом ему поставили памятник. Идея проведения такого турнира родилась недавно. Многие депутаты городской думы регулярно помогают дворовому спорту, особенно футболу. Решили, а почему бы не провести большой турнир на Кубок Барнаульской думы. Заявилось целых 12 команд. Нам очень нравится, что тут может заниматься любой ребенок. Он пришел, и у него есть возможность играть в футбол. У него есть возможность вот такого некого старта участвовать в этих соревнованиях. Наверное, возможно, кто-то из них потом перейдет в более, скажем так, профессиональные команды. Без преувеличения можно сказать, что именно в таких дворовых командах рождаются будущие настоящие чемпионы, которые будут представлять нашу страну на всевозможных соревнованиях международного уровня. Пока что о международных турнирах говорить рановато. Нужно по полной выкладываться здесь. Парни с первых минут начали активную борьбу за мяч. И в буквальном смысле выгрызали каждый участок поля. Тем самым, кто возьмет турнир, предсказать было сложно. Вы знаете, дворовой футбол не предсказуем. Тут, в итоге бы, и Антаркес, в итоге бы Хайкоши. Да, команда, и Локомотив, Плавыч, и Батч, да все они лучшие. В ряду серьезных футбольных турниров прибыло. И это отметили все участники. Но, несмотря на весьма большой список дворовых команд, победа в упорной борьбе досталась лишь одной. Золотой кубок БГД по итогу у Т-54. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. И спасибо, что вы вместе с нами уже 5 лет. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует...